Страны ОДКБ договорятся, кого считать террористом. На заседании, которое пройдет завтра в Армении, в числе прочих членов военного блока, обсудят список организаций и лиц, которых члены Альянса будут причислять к террористам. Списки такие есть во всех странах, однако единого перечня до сегодняшнего дня не было. Мы предложим совершенно новый проект – создание единого списка террористических организаций, находящихся на территории входящих в ОДКБ стран. Мы отработали механизм. Ни в одной из международных структур нет механизма формирования единого списка террористических организаций, которые бы признавались таковыми на территориях всех стран. Мы первые разработали такой механизм, мы его согласовали и предложим его на утверждение главам государств. Отсутствие такого механизма до сих пор приводило к тому, что экстремисты, находящиеся в розыске и запрещенные в одном из государств, вполне вольготно могли себя чувствовать в другом. Так, например, запрещенная в России таблик джамат не является экстремистской в Кыргызстане. Или Исламская партия Восточного Туркестана, запрещенная у нас, не является таковой в некоторых странах. Есть и другие, такие как Кавказский имамат, Ансур-Аллох, всего около десятка организаций. Это позволит уйти от двойных стандартов, от двойного толкования и позволит более качественно классифицировать террористические организации, лист причастных к терроризму, к той группе, в отношении конкретно которых должны быть приняты адекватные меры. Что мы не наблюдаем на международном уровне. Вы знаете, из-за того, что до настоящего времени в рамках даже организации объединенных наций такого единого списка нет, в связи с чем мы столкнулись, это особенно тяжело отразилось на событиях в Афганистане, в Ираке, в Ливии и сейчас в Сирии. Именно из-за этого до сих пор не удается урегулировать сирийский конфликт. Эксперты уверены, применение единого подхода ко всем запрещенным организациям поможет блокировать распространение идей терроризма на территории стран региона. Как показывает практика, все эти группировки так или иначе связаны с единым координационным центром и имеют общие интересы. Поэтому подход должен быть одинаков ко всем. Если мы помним недавний взрыв у посольства Китая, он продемонстрировал, что там были замешаны граждане не только Кыргызстана, но и граждане России, граждане Таджикистана. Это все говорит о том, что вот эти радикальные организации, они действуют в сетевом формате. И если мы возьмем, допустим, Арабскую весну, то там такая радикальная организация, как братья-мусульмане, она поучаствовала и в свержении режима в Тунисе, потом она себя проявила в Египте и потом эта организация действовала на территории Ливии. То есть вот одна организация была, в общем-то, использовалась как вот такой сетевой ресурс. И я думаю, что вот эти организации, они также действуют в сетевом режиме. У них один источник финансирования, у этих организаций один центр координации. И, конечно, они представляют угрозу для УДКБ. Каким образом будут отобраны организации для включения в список, пока неизвестно. Эксперты предполагают, что для этого будут объединены все перечни, предложенные странами-участницами. К какому решению придут лидеры военного блока, станет ясно уже завтра. Игорь Потанин, Бакрыт Кошалиев, НТС.